Его отец был офицером российской армии, поэтому большая часть детства маленького Саши проходила на военных полигонах. Вместе с курсантами он ежегодно ездил на военные сборы, где бегал, стрелял, одним словом закалялся, становился мужчиной. Его жизненный путь был предначертан. Он закончил военную академию Петра Великого, затем проходил службу в вооруженных силах, а именно в космических войсках. И вроде все шло по сценарию, но судьба внесла свои коррективы. На тот момент, когда я оказался в вооруженных силах, в космических войсках, зарплата была довольно низкая, и как раз проводились организационные штатные мероприятия по сокращению штатного численности личного состава. Ну и, соответственно, я попал под эти организационные штатные мероприятия по сокращению, уволился и продолжил работу. На тот момент я параллельно работал в ресторанном бизнесе и был барменом более пяти лет, довольно успешным, пять раз был лучшим барменом в Москве и занимал 16 место в мире. В Ленинский район молодой человек попал в 2011 году. Его пригласили работать во дворец спорта «Видное» в службу безопасности инженером. В его компетенцию входила система контроля, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Первые полгода все свое время Александр проводил на работе. Ему это было интересно и хотелось узнать больше. Через полтора года его перевели на должность главного инженера, а в 2013 году он был назначен директором Дворца спорта. За годы работы директором Александр Дмитрашко доказал, что он хороший руководитель, который может сплотить свою команду и настроить на продуктивную работу. Грамотный специалист в своем деле. Дворец спорта развивается. Здесь регулярно проходят региональные, общероссийские и международные мероприятия и турниры. Например, на днях начнется чемпионат мира по баскетболу. При работе и подготовке к чемпионату мира нареканий ко Дворцу спорта нет ни с одной стороны. Я считаю, что это довольно значимый показатель при подготовке к чемпионату мира. Если к нам нет вопросов, значит наша команда работает слаженно. Будучи в этом году признанным одним из лучших менеджеров года в Московской области, не оставалось сомнений, что Александр Дмитрашко войдет в состав молодежного совета Ленинского района. Его назначили заместителем председателя совета, а выступает он от поселка Володарского, где и живет. Любая деятельность, связанная с молодежью, и то, что сможет сподвигнуть развитие Ленинского района, я для себя принимаю это как мое, потому что я являюсь отцом двоих детей. И для меня это один из основных мотиваторов моей работы, не только как руководителя Дворца спорта, но и как члена молодежного совета. Я хочу сделать что-нибудь такое, что позволит моим детям расти, развиваться и комфортно существовать в Ленинском районе. Цель молодежного совета – сделать жизнь молодежи района интереснее и комфортнее. Наглядный пример – прошедший день молодежи в совершенно новом формате. Когда именно совет смог сделать его таким разнообразным? Но в компетенции совета не только развлекательные мероприятия. Люди подобрались активные, занимающие активную жизненную позицию, которые настроены на патриотическое воспитание, на воспитание детей, как духовное, так и культурное, физическое воспитание в том числе. Сложившемуся составу молодежного совета Ленинского района предстоит проработать два года. На этот период ими уже разработан план-график мероприятий и работ, который необходимо сделать за данный срок. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нарухонова, Видное ТВ.